ой какие цветочки красивые прям как лизонька моя так и хочется сорвать их да подарить лис а тебе нравятся цветы да не конечно нравится так как мы с тобой ведущий проекта дачный десант на общественном телевидении приморья данил макарыч и лиза нравится вдвойне поэтому иди посмотри что там на огороде выросла а я с татьяна обсужу как такие красивые цветы посадить и вырастить пойду посмотрю татьяна расскажите как правильно такие красивые цветочки посадите вообще что это за цветы это ирис нам дали маленький росточек буквально посадили и он за несколько лет вот разросся вот в такой вот куст очень большой красивый он каждый год нас радует абсолютно неприхотливые цветы а неприхотливые почему их не нужно поливать или как за ними особый уход не требуется то есть мы его посадили и он сам себе растет а вот вижу у вас там еще сбоку кустики с ягодкой да растут это смородина но такой смородины наверное гордиться можно как ее сажали у нас смородины вообще много то есть это не единственный куст еще за вами вон куст и возле забора она разная черная красная а цветы у нас еще есть очень красивые клематисы которые распустились они к сожалению не долго стоят но очень большие цветы красивые радует тоже глаз вот это у нас тоже цветы мы их сами выстригаем форму шара придаем то есть получается цветы вот один раз посадили и все они сами по себе растут именно ирисы до форме шара тоже у нас сами цветут а так вообще высаживаем а что это у вас тут среди цветов за женщина в кепке стоит это наша валентина наш манекен друг мы ее постоянно переодеваем наряжаем каждый сезон у нее новая одежда все в сообществе знают это такая фишечка нашего огорода одна соседка когда еще не знала что у нас появилась валентина она говорит она проходила мимо с ней разговаривала там здоровалась там что-то рассказывала и очень обижалась почему в ответ она слышала тишину а потом когда она узнала что это манекен у нас все поняла и посмеялась над этой ситуации а это получается здесь просто для красоты стоит или вот как пугало на огородах или полях вообще для красоты все равно как пугало не работает а вот я вижу еще за цветами у вас там какой-то прудик небольшой что за прудик расскажите когда мы купили дачу он был у нас маленький водоемчик мы сами его раскопали расширили лягушечки постоянно обитают размножаются у нас есть собака она здесь пьет купается детки приезжают тоже с водоемом играются очень любят а сейчас давайте посмотрим что на других огородах приморья происходит наши рубрики сотовая связь что сейчас нужно сделать на ремонтантной малине вот смотрите видите как густо это очень густо на одном метре у нас должно остаться всего лишь где-то 10-15 побегов на урожай поэтому я щас буду нещадно нещадно вот это все буду удалять оставлять самые крепкие вот я уже проведил вот смотрите вот видите был куст было много оставил раз два три четыре растения ну что подглядели за другими а ведь вы тоже можете нам прислать свои ролики для этого подписывайтесь на страницы нашего проекта социальных сетях найти нас можно и в контакте и в одноклассники и в телеграме ну а мы идем дальше на грядке как и просила лиза но здесь не помидоры то капуста растет а персики виктория как вам удалось дерево такое вырастить вы не поверите я его вырастила с косточки с одной а вот сорвать можно можно сорвать вот вот с такой вот маленькой вот такой маленькой косточки садите ее под зиму сверху положили кирпич чтобы мышки не съели весной убрали и вот растет что еще делали нужно поливаете подкармливаете чем дать и на поливаем подкармливаем но самое главное в персике это правильная обрезка это такое растение которое за сезон она очень большие плети дает и в разные стороны вот видите я уже обрезала но здесь он закустился уже но сейчас трогать не буду потому что на нем много-много плодов а вот эти вот они пока маленькие вот один сорвал больше рвать не буду боюсь просто навредить дерево а они когда вырастут большими когда и вот или сейчас вот можно взять да съесть уже вот этому персику четвертый год вот этому 2 есть нельзя она не вкусная да только вы если будете так вот ходить вы точно нашу программу не попадете у нас все жестко в дачном десанте стал стоишь ты рассказываешь да и показываешь а есть вот такое можно нет такой окошки нельзя очень спелы а когда будет спелы но где-то в августе а вот у вас силы откуда берутся вот и лучок у вас тут растет и капусточка у вас это растет тут достаточно далеко и дорожки то у вас нормальные сюда нету чтобы добраться доехать и погода природа все такое шикарное оно и придает силы проснулся на свежем воздухе и поскакал на огород там травиночка там былиночка тут персик ну а что еще сейчас можно собрать или посадить на дачах приморье расскажем нашей рубрики огород круглый год в конце июня лунный календарь советует в огороде сеять семена огурцов капусты кальраби пекинской цветной а также посадку лука батуна шник лука для получения ранней весенней зелени а цветоводам советуют посадку декоративных кустарников роз и всех видов цветов не рекомендуется проводить обрезку и размножение растений делением корней и клубни луковиц не знаю помогает ли лунный календарь дачникам но хороший перекус да еще и вкусных полезных продуктов точно нам поможет идем на нашу удачную кухню так ну что наша удачная кухня сегодня прямо может быть на улице до погодка хорошая виктория что мы будем готовить что на улице обычно готовят дачники мы будем готовить салат какие ингредиенты у нас щавель ингредиенты необычные щавель помидоры чеснок всего три ингредиента но я наверное вот у меня с мелкой моторики все знают уже все очень плохо поэтому мелкие пусть режет лиза а я возьму помидорчики а вы наверное чеснок у меня вот на чеснок такая прямо ну не аллергия но я прямо боюсь а щавель мелко нужно нарезать ну а вот так достаточно а вообще часто вы готовите на даче? всегда каждый день? каждый день а вы сюда вот приезжаете и здесь постоянно живете или все-таки город он тоже для вас как бы ну город тоже для нас но когда есть возможность тоже его постоянно думаю что для вас дача? это образ жизни это просто хобби это то без чего вы жить не можете дача это отдушина дача это кайф а вот вы как-то так чесночок ломаете аж просто и почти не чище это какой-то народный метод да просто у человека развита мелкой моторика Дань вот так вот просто раз-раз и все? раз-раз и все а вот вы еще пирожки печете вы вообще хороший кулинар? кто оценивает ваши таланты? так сказать большая семья? родные, близкие, все соседи, вообще все на нашей улице я еще пеку пирожки из щавеля сладкие а щавеля и сладость это вообще совместимо? оно на вкус получается как яблоко а вот пирожки у нас здесь сегодня они с чем? они с луком и с яйцом а это тоже все домашнее? все домашнее а когда успели приготовить? сегодня утром рано утром встала поставила тесто и вот к вашему приезду уже все было готово вот так вот хорошие дачники встречают наш хороший дачный десант я смотрю все, салатик готов можно сказать дополнительно теперь что добавляем? теперь берем чашечку горчичку все отмеряем должно быть? а еще какой-то соус специальный делать? конечно за секрет ну почти чайная ложечка чуть-чуть перчика так, сольная ложечка? обязательно солька тоже щепоточка еще перемешать это все надо? перемешать поли сюда маслечка растительного и выливаем так, теперь перемешать на салат но это у нас может и Елизавета сделать или вы тоже поздно все, салатик готов а сегодня мы попробуем по-другому попробуйте да, спасибо ну как, вкусно? замечательно такая же замечательная, вкусная, разная и сейчас летняя наша программа дачный десант на общественном телевидении Приморья смотрите нас не только в телевизоре мы есть в соцсетях вконтакте одноклассниках в телеграме всем удачи и до высадки нашего десанта на ваших участках в китае там и 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 Субтитры подогнал «Симон»